Хочу вам сказать, что, конечно, медицинское образование или образование в нашем ВУЗе не прервалось ни на минуту, даже начиная с пандемии. Во-первых, хочу отметить, как отметила и госпожа проректор, что в очень кратчайшие сроки Министерство образования, науки и исследований, а также Министерство здравоохранения разработали положение и инструкции по проведению занятий в университетах. И не только. С соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на тот период. Дальше. Университетам была представлена полная автономия в организации учебного процесса. Каждый университет организовал в соответствии со своими программами, с нуждами университета, с количеством студентов, в соответствии с наличием информационных технологий в университетах и так далее. Мы с самого начала разработали гибридную систему образования. Это образование онлайн, то есть дистанционное, и образование онсайт для тех дисциплин и для тех специальностей, где было необходимо присутствие студентов. Конечно, в меньших количествах, индивидуально, с преподавателями, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Большим подспорьем для нас явилось наличие симуляционного центра в медицине. Мы имеем или располагаем симуляционным центром, одним из самых больших в данном регионе Европы, которое позволяет на тренажерах, стандартизованных пациентах, на определенных манекенах осваивать практические навыки студентами. Это мировая тенденция в медицинском образовании. Конечно, для нас это было очень важным и вне пандемии, но в условиях пандемии это оказалось бесценным. Сейчас в настоящее время ВУЗ рассматривает возможности для расширения именно этой сферы деятельности в ВУЗе.